Кубок победили наш. Старший губ. Сегодня хорошо, сегодня энергетик первый раз участвовал. Очень, кстати, боевитая команда получилась. Нормально выступили, их там немножко у нас ходит, но в клаве 5 их сегодня не было, у меня там вратаря с Багалубой отрядили, но неплохо, достойно выступили, четвертое место, за третье место в финале проиграли, но, в принципе, как мы и ожидали, они чуть сильнее там команды некоторых и судили, чуть сильнее команды с Багалюбова, да? Ну, слабее, слабее команды, которые, ну, ребята, которые каждый раз претендуют, да, на сайт. Ребята-спорники, кто посильнее, видят, они там по 7 уже получили, ну, от той, от другой команды, но сейчас выступили достойно, четвертое место, нормально для начала. У нас участвовала команда из Суздали, это мальчишки молодые, да, я их собрал, почему в один год, в одну команду, они все у нас 9-10-х годов, они перешли только в старшую, они там все турниры посредние свои брали, 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 и сейчас вот они перешли в старшую, и тем даже, я думаю, лучше мальчиш, который переходит из одной группы в другую, то есть там разница 2 или 3 года, то есть у них уже начинает голова работать по-другому, то есть у них уже какие-то другие аспекты вылезают в футболе, то есть они уже думают по-другому, он быстрее, значит, я там должен технику, я должен, да, позицию какую-то другую искать, то есть развивается он, все, мне это нравится, они должны прогрессировать на таких турнирах еще больше, у них запас есть, есть время как бы для работы, поэтому это будет очень хорошо для них. Плюс мы в этот раз Боголюбова разделили немножко по-другому, не как обычно, а разделили по годам, да, получается, что Боголюбова 2 у нас был 6-й год рождения, а Боголюбова 1 у нас был 7-й, 8-й год, вот, то есть Суздаль, да, практически, да, Суздаль 1 у нас 7-й, 8-й год рождения был, поэтому мало. Если человек, если хорошо человек тренируется, да, выходит на турнир и тоже показывает хороку, соответственно, да, наверное, процентов на 65-70, то есть даже на 80 мы его как бы будем вызывать в сборную. Суздальские мальчишки, те, кто сейчас в Суздаль 1 был, они все были тоже в сборной, поэтому как бы это больше интересно было посмотреть на энергетик мальчишек, которые могут в сборную подтягиваться, показали себя нормально. показали себя с нормальной стороны, Суздаль 3 мы говорили, они малыши, да, там Боголюбова 4, Боголюбова 3, то есть вот эти вот кандидаты в сборную, да, то есть мы их всех посмотрели, на тренировках это одно, а вот целый турнир, то есть я просидел, посмотрел каждую игру, просудил, то есть уже есть какая-то еще для размышления, мальчишкам сейчас на тренировках только подкреплять свои намерения в сборной, и мы только за, у нас сейчас не играл еще 10-11 год, только в сборной, да, спарринг назначили, не будем говорить пока с кем, то есть мы так просто договорились как бы, поэтому ждем, должен быть соперник, они должны собраться, они должны сыграть, поэтому сборная они тоже будут вызываться. В Добром старшую группу, кстати, ничего, то есть, ну сейчас мы не могли... В 20-й школе, да, в Добром, ребята неплохие есть, мы не могли ее подключить, потому что они третью тренировку делают, тоже неплохая командеха, и я думаю, что они еще тоже там о себе заявят на наших турнирах, это вот весной уже мы будем их подтягивать, хотелось, чтобы там побольше народу приходило, поэтому, если кто знает, в 20-й школе у нас в тренировке, старшие, младшие и средние группы, приходите, мы вообще ждем всех, да, нам, если честно, мне больше интересно не чтобы народу, вернее, чтобы пришло больше народу, чтобы было из кого выбирать сборную, сборную, сборная должна питаться, то есть, не одни и те же, то есть, один костяк держит, да, но должна быть молодая кровь, новая кровь, мы вот ждем, открываем школу, и я именно жду, то есть, мальчишек, которые будут готовы. В 20-й школе есть такие мальчишки, но мы даже уже подтягивали на товарищеский матч, ждем, ждем еще, то есть, ждем приход новых мальчишек, которых можно было уже спокойно в сборную нашу подключать. У нас тут первая площадка, то есть, мы до этого здесь уже играли в 12-м году, в 12-м и 13-4-м, да, в 12-м и 13-м, 14-м, за две игры у нас было, то есть, они были такие тестовые, там было народу, конечно, поменьше, ну, порядка 10-15 человек, да, там было 35 человек, и тут я тут быстренько сумел отремонтировать пол в одной из раздевалок, соответственно, две раздевалки купили, стало полегче уже, раздевалки справились, залп справился? Да, справился, конечно, да. С едой справились? С едой справились. Прекрасно, все накормлены, все довольны, все с эмоциями, две раздевалки работало, в одной Багалюбов с энергетиком раздевался, в другой конкретно Суздаль раздевался, все разместились, сейчас проверим, кто-нибудь вещи забыл или не забыл, то есть, что здесь делал? Саныч забыл, да, ну, и вот мы еще увидим. Знаешь, что на внутренних турнирах дети, которые иногда немножко в сборных не могут взять себя в руки как-то, да, здесь играют нормально, здесь прямо играют, как мы от них ждем, в принципе, всегда, то есть, прямо таких детей сегодня можно было человек 8, наверное, выделить, да, которые за сборную, за сборную так себе, да, ждем от них большего, грубо говоря, в сборной, этого не получаем, приезжают они на турниры, в свои команды играют, и играют так, как мы от них и ожидаем, то есть, поэтому... Притом, это не из-за того, что здесь уровень слабее, как бы, нет, не из-за этого, просто они играют... Раскрепощеннее, они раскрепощеннее, ну, это вот молодость, да, там, какой-то там барьер психологический, ничего страшного, надо с этим обороться, они, и побольше, я думаю, таких турниров, и сборных, и внутренних турниров, и мальчишки уже спокойно будут показывать каждый раз свой уровень, то есть, на определенный уровень выйдет и будут его держать. В энергетике я, как бы, изначально выделял, у них четверка нормальная, ну, не советую, что прям сильная, прям сильная, но ровная четверка, это Долженко, Жуков, Михайлов и Шалилов Влад. Да, Леха Захаренко немножко чуть послабее, но он больше пришел. Эти мальчишки Жуковы мы знаем, с Поколюбовым, то есть, пришел Михайлов, Шалилов, Долженко, они все с энергетикой, кто-то живет, кто-то учится там, они нормальный костяк свой составляют, да, давай скажем откровенно, мало их ходит, там, около 8-10 человек, то есть, это прям максимум, но вот эти вот, вот эта вот четверка, костяк они и составляли, в конце они чуть-чуть уже подсдулись, то есть, да, на групповом катере нормально выглядели, но чуть-чуть подсдулись, занимаются меньше, это уже четвертое место, это хороший результат, ну, видно, что он тоже должен рассматривать, как сбор кандидатов. Нам поступают предложения различные о турнирах, давайте говорить откровенно, мы не можем взять и команду вывести на неделю, да, то есть, на какой-то там длительный турнир в другой город, потому что это плюс питание, это плюс проживание, это плюс взнос, это плюс вообще перевозка, то есть, транспорт, поэтому мы сейчас ищем коммерческие различные турниры, то есть, однодневные, когда можно приехать и сыграть и уехать, то есть, получить какой-то опыт, и нам, в принципе, не надо сейчас куда-то выезжать на длительный турнир, то есть, мы понимаем уровень, мы вот по петушкам понимаем свой уровень, да, у нас уровень, сейчас нам стараться к уровню области хотя бы выйти, потому что все областные команды, которые там при городах, они тренируются там по пять раз в неделю, то есть, да, нам тупо не хватает тренировок, да, но мы частные школы, и нас, в принципе, можно понять, да, то есть, мы как-то пытаемся выходить из этого, вот, и поэтому нас интересуют однодневные турниры, где мальчишки приехали, 4-5 игр сыграли, получили опыт, то есть, чтобы они понимают, что не только они в порядке, там, слушали Боголюбову и все, а есть другие команды. Да, представляешь, после турнира в Петушках, где мы выиграли знамя Ногинск, знамя Ногинск через 5 дней играла в Литве Сивенс, как бы, ну, ребята могут, ребята могут себе позволить, да. Я говорю, я про прибавцовку и про турниры там, что-нибудь думаю давно, ну, это потому, что это не сильно, не сильно сложно, но финансово, действительно, затратно. Мы никаких денег не берем с наших родителей, то есть, да, из-за турнира, из-за сборной, то есть, те дети, которые лучшие реально, то есть, мы уже берем, грубо говоря, за свой счет возим, за свой счет взносы, за свой счет реформы, чтобы ребята понимали, что, ага, если я нормально играю, я нормально тренируюсь, то есть, клуб может меня, ну, не обеспечивать, да, то есть, стараться давать, да, вывезти на турнир, и никаких денег с родителями мы не берем, то есть, смысл брать с них деньги, если у них ребенок лучше, мы не берем эти деньги, то есть, мы от себя, это все. Ну, у нас все, образно говоря, все в стоимости абонемента, точно. Здесь стоимость абонемента, это все, больше никаких денег мы с родителями не берем. Я вот сейчас уже вижу мальчишек, которые могут у нас через лет пять заиграть в основном в составе. Ну, и вот для детей, которые старше, чем школа, и немножечко младше, чем дубль, мы сейчас тоже уже думаем, то есть, зал у нас есть, подготовительная группа, как бы, подготовительная группа, может быть, две, там, 15-16 лет, 16-17 лет, да, как бы, чтобы они готовились, тренировались тоже, потому что дети-то есть, ну, дети там уже, и там уже не дети, да, там уже подростки такие, как бы, хорошие, пишут, что, мол, как бы, негде играть, негде тренироваться в таком возрасте уже, то есть, как бы, таких уже не берут никто, как бы, у нас зал свой есть, как бы, так что... И нам люди-то нужны в дубль, то есть, у нас, как бы... У нас главная цель, чтобы у нас дубль молодой был, правильно? Дубль молодой, омоложение состава, мы планируем в дубле оставить, там, шесть, пять-шесть человек опытных, которые играли в том сезоне, то есть, столбов, да, то есть, чтобы они малышей, ну, не малышей, молодых ребят учили, учили, как бы, футбол, то есть, были, там, и наставниками, помимо тренеров, там, всех, обратно. Да, нам очень важно, чтобы... не то, чтобы у нас получились футболисты, нам очень важно, чтобы у нас получились хорошие люди. Как бы, это, это прям принципиальная наша позиция, что главное, чтобы человек вырос хорошим человеком. У нас лучшие родители, у наших детей лучшие родители, вот, серьезно, скажу, то есть, просто, ну, вот, наши родители наших детей лучшие, вот, серьезно, они настолько сдружились в этих сборных, когда ездят, то есть, и Суздаль с Боголюбым, если первые, там, турниры были, да, то есть, они еще... Они же не знали друг друга, да, поездили мальчишки в сборные, то есть, они друг друга знают, родители друг друга знают, как бы, и сами родители, то есть, ну, прям, вот, ну, хорошие, положительные люди, то есть, мы не можем о них ничего плохого сказать, хотя, как бы, за год, да, могло бы что-то случиться, то есть, у нас недавно год был Боголюбова, и родители, конкретно, там, Егорсен, чего-то есть, там, вместе, с помощью, то есть, они, не знаю, там, помогали друг другу, они сделали нам кубок из дерева, то есть, выточили, да, на токарном станке, я не знаю, как это называется, но это прекрасно, посмотри, вот это. Смотри, просто, у кого, у кого есть такой кубок, просто, да. Ну, даже лиг чемпионов не нужно. Это вот, как бы, ну, вот, если бы нам его дали год назад, то это был бы добрый, как вот он был. Да, 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 просто он весит, ну, килограмм 3-4, наверное, просто такая махина, вот этот кубок, просто, ну, реально, то есть, я вот, это еще раз подтверждаю, что наши родители, как бы, наших детей, прям лучшие, то есть, и они, я еще больше скажу, то есть, они более-менее, там, понимают, в футболе, то есть, они видели исход игры, да, то есть, как игра складывается, они видели, что соперники равные, никто не кричал там за своих, то есть, они реально отдали дань, то есть, Суздаль, они реально молодцы, то есть, Суздаль. И те, и сами ребята из Боголюбова тоже кричали, молодцы, Суздаль, то есть, и обратно Суздаль. Ну, потому что они уже, они понимают, что они добрые, они играют между собой, да, у них это, это за рубу, это прям как эль-классику, да, между собой, но после финального свистка, они просто подходят, обнимаются, там, да, ну, и все остальное, это очень круто. Это, у взрослых нет такого, ну, ну, в реальной жизни. Да у взрослых, как бы, с полей такого нет, в принципе. Давай! Финал хороший, красивый, мне очень понравился. Наверное, самый лучший, как бы, финал был из всех кубков, которые они родили. И завершился он, да, как по пенальти, прям красиво, хорошо, да, Суздаль чуть уступил, еще не получается у них никакой кубок взять. Они вот уже, вот уже, вот уже, прям вот он, если, да. Они вот уже были, там, да, минута осталась. Да, они под конец Боголюбов сравнял, и вышли вперед, ну, очень классно, мне нравится. Самый интригер. Хорошо, что и родители, и дети прониклись этим, и еще раз говорю, у нас лучшие родители, и лучшие дети. Да, лучшие все. Приходите к нам, будьте лучшими. Детьми и родителями. Браво, угадал, первые бьете, вы вторые. Все понятно? Ролену первой. Егор, первые бьете, первые бьете, кто бьет? Вот с этой точки, по свисточку. Сам восстанавливал. ПО свисточку. ПО свисточку. ПО свисточку. КОНЕЦ. 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 Поехали! Поехали! Лена, держи! Не пожалуйста! Если сейчас Боголюбову забивает, то 5-3 Боголюбову выиграют. Тогда у нас не забиваем. Продолжение следует... Время! 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 Пошло время вручить медали, но перед медалями мы объявим лучших игроков турнира. Лучшим вратарем турнира признается Цепляев Алексей. Лучший защитник турнира Жоков Денис. Лучший полузащитник турнира Сенщагов Егор. Лучший нападающий турнира Парышев Кошкин, Герасимов Александров. Лучший игрок турнира. Я думаю, все согласятся, наверное, с этим, да? Барышев Кошкин. Бронзовые медали нашего турнира получает команда Боголюбова. Энергетик, ты вообще где был? Бронзовый? Бронзовый? Бронзовый, ой, Бугалюбовый. Я просто, энергетик болел всей душой. Боголюбова 2. Боголюбова 2. Потом ты пылетел. Я просто помню, что энергетик играл. И все. Орлов. Я бы тоже хотел, чтобы нельзя. Нет, еще надо тренироваться. Так, серебряные медали турнира в очень упорной борьбе на сей раз. Все согласятся, борьба была до самого конца. Мы к этому шли долго, но вот сейчас это наконец-то получилось. Команда Суздаль-1. Золото турнира остается кубок Боголюбова у нас. Молодцы, 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 молодцы. Доржественно. Кубок Синчагов. Держи. На счет 3, да? Как всегда. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok